Была Степана, был Ахметов, какой бы он ни был, но он всегда относился и всегда выслушивал и понимал наши проблемы и всегда шел навстречу. Тот же Анекеев. Я никогда вот тех заместителей, которые были при моей бытности, я уже 24 года руковожу общественной организацией. Это два было. Был Трофименко, Олег Митойович, царство ему небесное, и был Анекеев. Больше не было тех заместителей, которые бы шли навстречу на сегодняшний день с приходом новой власти вообще в городе по инвалидам ничего не делаться. Ни доступная среда, ни пандусы, ни парковки, ну нет ничего. Я же в этом городе живу, я же в этом городе езжу и топчу эту землю. И спортивные мероприятия, ведь спорта нет в городе Ачинске. И на декаду инвалидов мы проводили всегда спортивные мероприятия. И в ДК проводила с выставками, выставка поделок инвалидов, за них какие-то призы. Ходила комиссия социальная, соцзащиты, и отбирали, дарили грамоты, дарили какие-то подарки. Пусть небольшие, им много не надо инвалидов. То, что внимание, это да. Поэтому люди в нашем городе, правда, они забыты, они не нужны. Ну да, я им должен напомнить, что завтра день города будет, да, или день рождения у кого-то. Сейчас вот соберем, наградим тех инвалидов, тех членов управления, тех активистов, которые я подготовил благодарственные письма, соберу управление, и обсудим проведение, подведем итоги года. У нас еще осталось дети инвалиды и дети из семьи инвалидов. Новогодние подарки тоже будут у нас. Это у нас всегда Кошкин дом проводит Татьяна, руководитель. Там делается спектакль для детей, и все это делается бесплатно. И почему-то они инициативу предлагают, звонят еще заранее, еще осенью позвонили. Наверное, в сентябре или в августе, Иван Васильевич, надо списки на детей. Почему-то они беспокоятся, но наш муниципалитет никуда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!